так добрый день дорогие друзья всем добрый добрейший веселейший прекраснейший день и мы продолжаем изучать тору надеюсь что вы уже те кто давно с нами уже точно стали праведниками а те кто недавно только начали уроки пощупайте вот здесь уже должны прорезаться крылья то есть я уверен что скоро у всех у нас будут прорезаться крылья так секундочку все выйти в эфир здравствуйте активовых аниматора чтобы всех нас записали в хорошие книги видите мы уже знаем кто уже научиться она знает что сейчас мы приближаемся к такому вот периодов до такому периоду когда всех нас будут записывать какие-то книги а те кто первый раз пришли на урок думаю что за книги какие книги вы не знали мы думали что записывать только книги здесь оказывается на небе тоже мы изучаем сейчас как раз про тору и вы уже поняли да что такое тора дальше говорит автор этой книги которую мы изучаем он нам говорит о том как учить тору как изучать тору как изучали тору в древности как изучать сейчас еще раз ум человека ум человека это тот же самый компьютер вот тот же самый компьютер на котором мы смотрим сейчас эти уроки есть программы программное обеспечение которое было загружено в человека от момента его рождения до сегодняшнего дня постоянно нас грузят до вначале загружали родители первые программисты они значит ребенка дали ему имя говорят ты значит откликайся на вот это имя это ты а а он говорит а почему это я должен на него отвлекаться он же такой вопрос не задает то есть ребенок он на полностью вот как его назвали так вот так он потом и живет с этим именем дальше у него есть установки то что называется как компьютер ты покупаешь установки по умолчанию да это те те как бы программы которые от производителя производитель компьютера это всевышний да он произвел всех людей и он заложил то что называется услов безусловные инстинкты да его их называют безусловные инстинкты то есть какие-то уже запрограммированные реакции там в клетках в клетках и так далее то есть все уже запрограммировано эндокринная система иммунная система сердечно-сосудистая система все системами работает потом ребенок развивается 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 и а если ему этому ребенку повезло то начиная с первого дня если его родители они знают тору и соблюдают тору то они ему говорят тура цивала нам ушей они ему говорят тору нам приказал муше передал машин приказал машин сила это как а митсвать его это ну можно сказать приказал до мурашателать яков это наследие общины якова яков сын ицкака сына врама он получил имя исраэль когда он боролся с анделом и победил само имя исраэль обозначает боролся с анделом и победил исраэль израэль то есть это некое такое он состояние потому что он был состоянии яков это яков это просто вот яков да человек по имени яков а был он же периодически он поднимался в состоянии исраэль когда боролся с анделом то есть это чек который выходит в духовные вот эти вот все уровни и в духовные миры и там он может даже бороться с сущностями до духовными как андел и что значит дальше получилось что сыновья якова их звали бней яков или же бней исраэль сыновья якова и сыновья израэля да и так и называли бейт яков дом якова в торе называется и в торе называется бней исраэль сыновья израэля и вот было его 12 сыновей потом они один брат попал в египет попал в египет через то что его братья думали что у него плохие качества характера и они думали что он хочет их убить и они в ответ хотели убить его потом они его не убили а продали в египет и он прошел в египте очень тяжелый путь он был рабом и потом он был 12 лет сидел в тюрьме и потом он из вот этой вот ямы а зачем эта яма была нужна да вот если мы посмотрим он в этой яме когда находился он исправил все свои качества и он достиг такого высочайшего духовного уровня что просто он из этой ямы поднимается опы становится пример министром египта и когда вы справился пример министрами египта он зовет свою семью им говорит ради этого всего что меня послали египет вы думаете что это вы управляли моей жизни что это вы меня этооба продали вы даже хотели мне сделать зло но всевышний управляет всем всевышний хотел добра и он через весь этот путь сделал так, что теперь я в Едипте, я вас спасаю от голода, от смерти. И они очень обрадовались, и они, значит, его братья, его отец, и 70 душ, всего 70 человек, Бейти Аков, 70 человек спустили с Едипет из Израиля. И вот, когда они, интересно, что вообще в Торе написано Олим, поднимаемся в Израиль, а в Израиле, говорят, мы поднимаемся в Иерусалим. И это не только имеется в виду физическое поднятие, это поднятие в основном духовное. Так вот, когда вся семья Якова, они переехали в Едипет, то написано не спустились в Едипет. То есть, когда они ходили за там, за хлебом, вся эта история, написано Юрдим, спускаемся, поднимаемся, спускаемся, поднимаемся. А начинается книга Шмот. Вот имена сыновей дома Якова, которые пришли в Едипет. То есть, когда они все вместе ушли, то тогда не было никакой духовной разницы между Израилем и землей Едипта, потому что Яковы, весь дом Якова ушли в Едипет. Потом они в Едипте, они попадают в ту же самую историю. Казалось бы, где справедливость? Почему? Их пригласили в гости. Им дали, он был премьер-министр, им дали автономную область Гошин, чтобы они там жили. Но когда, когда уже умер Йосеф, умерли его братья, в этот момент, в этот момент встал новый фараон над Едиптом и говорит, давайте, вот они стали многочисленные и сильные. И, а вдруг будет война, и они, значит, присоединятся к нашим врагам и уйдут из Едипта. Не-не-не, мы сейчас возьмем, тогда первые на них нападем и, значит, их мы заберем в рабство. А те, кто не согласны, будем убивать. Мы же миролюбивые Едиптяне, а они опасные. То есть, всегда бандит, для того, чтобы у него были основания на кого-то напасть, он должен в своей, как бы, системе координат сказать, что тот, на кого он нападает, типа он какой-то плохой человек. Поэтому всегда все вот эти вот антисемиты и все вроде евреев, они вначале демонизировали образ еврейского народа, а потом уже можно тогда их спокойно сжигать, убивать. Мы же добрые, святые, хорошие люди, поэтому мы вас сейчас сожжем на костре, потому что вы плохие. Вы хорошие, а мы плохие, мы вас сожжем на костре или выгоним и ограбим. Да, скажем, что вы плохие, поэтому мы вас выгнали, но мы же хорошие, поэтому мы всего лишь вас ограбим. Хорошо. Теперь, знай, это вот просто меня удивляет до сих пор. Вот евреи, а что, если бы они были хорошие, их бы выгоняли? Конечно, очень, если человек плохой, так он именно хороших и будет выгонять. Так оно работает. Фашисты, это были ужасные люди, это были просто изверди, они не были вообще людьми. Они просто были хуже самых пауков, мерзких животных. То, что они делали с людьми, то, как они обращались вообще не только с евреями, с цыганями, просто на захваченных территориях. Они просто были нелюди. Едиптяне забирают еврейский народ в рабство и 210 лет над ними страшно издеваются. Страшно издеваются и опять же возникает у многих вопрос, а где был Бог? Где был Бог? Спрашивают люди со своей точки зрения. И действительно, как так? Ведь не может быть никакого зла, никакого зла не может быть в мире без согласия Всевышнего. Потому что Всевышний же он хозяин мира, он творец, он создатель, он управляет миром. Как же может такое быть, чтобы их припасили в гости, а не 210 лет находятся в рабстве? Возникает этот вопрос, очень вопрос логичный. Но что, проходит 210 лет этого рабства тяжелейшего, Бог посылает Мошера Бену, Моисея, который тоже была удивительная история. Детяне убивали детей, рожденных мальчиков, и его тоже должны были убить. Но мама его положила в корзинку и отправила по берегу, по рите Нил. Когда она отправила эту корзинку, то дочка фарона, которая вышла окупаться на Нил, она увидела эту картинку и она взяла этого ребенка и усыновила. И получается, что Мошера Бену, Моисея, он воспитывался во дворце у фараона. Был приказ убивать всех детей. И что? И значит, как раз дочка фараона, дочка того, кто приказал это делать, она спасла Мошера Бену. Но когда ему было двадцать лет, он увидел, как египтянин избивает раба еврея, да, жестоко. И он заступился и убил египтянина. И его должны были казнить, Мошера Бену. И он убежал. Он убежал из Египта и с двадцати лет до восьмидесяти трех лет он не жил в Египте. Он шестьдесят лет примерно он жил в Африке. Был там военачальник, да, когда он воевал. В общем, есть предания, на вторе не написано, чем он занимался. Есть предания, которые такие устные предания, но это не как бы неоднозначно. Но в вторе написано, что уже когда ему было восемьдесят лет, Бог ему обратился из горящего куста и говорит, пришло время выполнить мое обещание Аврааму, Искаку, Якову и значит возвращайся возвращайся в Египет для того, чтобы сказать, что фараон let my people go дай моему моим людям уйти. И он значит да. И он сказал иди к фараону скажи, чтобы отпустил. Мошера Бену идет к фараону фараон десять раз десять казней не отпускают, происходят разные катаклизмы и весь Египет видит, что действительно есть Бог. То есть Бог так и сказал, что вот эти все десять казней в течение года они нужны для того, чтобы весь мир на все поколения понял, что есть Бог Творец Мироздания, Создатель и Хозяин Мироздания и он всем управляет. И вот это должно стать таким вот самым знаковым событием в истории. И когда вышли из Египта 600 тысяч мужчин, всего вышло 2-3 миллиона человек и присоединились все духовно развитые люди Египта, не увидев, что есть Бог и что Бог ведет еврейский народ к получению Тора, к какому-то сверхсобытию, то вышло еще то, что называется Эр-Эвраф, большое вышло собрание еще других людей, не только вышли еврейский народ, но вышли те люди, кому было интересно присоединиться ко Всевышнему и в этом присутствовать. И вот через 50 дней после выхода из Египта Всевышний дал Тору. Вот мы и подошли значит к сегодняшнему нашему уроку, это было длинное предисловие, что такое Тора. Это мне напоминает, когда один пришел на собеседование и его рекрутер спрашивает, ну там расскажите о себе. Он говорит, с какого места рассказывать? Он говорит, начните с самого начала. Он говорит, хорошо. Вначале Бог сотворил небо и землю, и земля была хаосом, и в дух Всевышнего он натрепетал над водой, над бездной, над бездной. Он начал с самого начала, чтобы рассказать о себе. Так же я начал сейчас с самого начала, кто такой Яков, кто такой Израиль. И через 50 дней после исхода из Египта Всевышний на горе Синай даровал Тору. Было дарование Тора. Он начал передавать Тору и говорить о Бог, который вывел тебя из земли Египетской. В это время люди умирали, потому что такое проявление Всевышнего было не как бы горели транзисторы. Невозможно было воспринять вот это вот огромное проявление Всевышнего в этом мире. И они попросили Маши Рабену подняться на гору Синай, чтобы Бог говорил с ним, а они будут потом от Моисея, они будут потом воспринимать это уже от Моисея. И Маши Рабену, он 40 дней его не было, на 40-й день он спустился с горы со скрижалями, но они сделали уже в этот момент золотого тельца. Что значит они сделали золотого тельца? Человеку необходимо в этом мире руководство, всем. Вот всем людям нужно руководство, мы все ведомые, мы все люди, все люди, абсолютно, я, даже Людмила Адеркач и даже Тамара Лобачева, например, и я не побоюсь этого слова, Влад Царченко, мы все, нам нужно всем руководство в жизни, мы живем, исходя из каких-то моделей или идеологий, или философий, которые мы где-то услышали, то есть не человека, который бы родился и воспитывался там в лесу, ни от кого ничего не слышал, а потом вышел из леса и сказал я верю в Дарвина, такого нет, он вообще не сможет разговаривать, то есть все люди принимают на веру какие-то модели мира от окружающих людей и дальше из этих моделей уже строят какой-то свой взгляд, есть такие люди, которые говорят а я ничему не верю, да, а я ничему не верю, а почему ты ничему не веришь, ну потому что есть люди, которые ничему не верят называются они по-моему агностите некрасивым словом этим, агностите ты кто? я, может быть не агностите, я кстати вот это вот не понимаю эту историю, но когда человек говорит я ничему не верю, то он как минимум верит в идею, что надо ничему не верить и он все равно верующий и вот значит пока Машарабену был на горе Синай, то эти люди они сказали так нам нужно что-то, что будет нас вести, то есть мы не можем с Богом соединиться, это очевидно, нельзя соединиться с бесконечным, с Творцом, это не, ну, мне непонятно, невозможно соединиться с неописуемым, с Творцом Мироздания, значит нам нужен какой-то передатчик, нам нужен передатчик, нам нужен тот, кто будет нас вести, значит Машарабену, пророк всех пророков, он был хорошей кандидатурой, но его нет, он поднялся на гору, наверное он сгорел, наверное он сгорел, наверное он тоже не выдержал общения со Всевышним, сорок дней без еды, без воды, во мгле, и вот в этом вот, там был такой как облако, дым, огонь, ну какая-то была совершенно измененная, трансформированная реальность, да, к которой привыкли люди, они говорят, ну его нет, значит нам нужен, он, и вот этот вот золотой телец, это был символ материальности, то есть бык это, это царь домашних животных, это, это вот животное в человеке, человек же тоже как животное выглядит, да, млекопитающее размножается, как, как млекопитающее размножается, молоком кормит, как млекопитающее кормят, да, то есть у человека есть вот эта животная сущность, И они, когда сделали золотого тельца, они этим выразили, не то, что они сделали, там есть очень много преданий, как это было, есть предания, что бросили, ну там, я не буду сейчас вдаваться в подробности, но это телец золотой, да, не то, что они его вылили, бросили, это магия была такая, и он вышел, как из огня, вот этот вот символ материальности. Они говорят, смотри, значит материальность первична в человеке, ну первично все, то есть мы живем в этом мире, мы должны кушать, спать, значит пить, размножаться, и вот эта вот наша материальность, она является нашим идолом, да, то есть мы ей поклоняемся материальности, это была метафора вот этого золотого тельца. И тут спускается Машарабену с горы, и у него вот эти скрижали, на которых написано 10 заповедей, скрижали это было то, что Бог ему дал, и написал эти 10 заповеди тоже Всевышний, сапфировые скрижали, на которых 10 заповедей. А всю остальную Тору он записал на себя, то есть он записал на себя, он воспринял вот эту вот всю структуру мира, и он был, можно сказать, воплощением Всевышнего, все, весь этот мир это воплощение Всевышнего. Но Машарабену был, значит, воплощением вот этого вот знания, скажем так, да, которым был чертеж мира, он был как вот этот вот жесткий диск, на котором было записано главный-главный код мироздания, можно так сказать. И вот, значит, Машарабену спускается, видит, что они не готовы, то есть для того, чтобы принять слово Всевышнего, нужно быть готовым. То есть, когда человек говорит, там, вот эта тупость, это там, я не знаю, математика, да, так это не значит, что математика тупость, это значит, что он не в состоянии воспринять математику. Когда человек, он не в состоянии воспринять Тору, это не значит, что Тора это тупость, это значит, что он не в состоянии воспринять Тору. И Машера Бен увидел, что они не в состоянии пока воспринять вот эту вот идею о абстрактности Всевышнего. Они не знали, у них не было компьютеров, у них не было жестких дисков, у них не было GPT-чата. Они не были готовы к восприятию идеи, что информация может летать по воздуху, как мы с вами. То есть в их понятийном, вот этом вот словесном аппарате, 210 лет рабства, в их понятийном аппарате в них не было слов и понятий для восприятия вот этого вот безграничного, безнематериального, невыразимого Творца Мироздания. Они не могли воспринять. И вот, пускай нас ведет телец, говорили они. И, значит, Машера Бену разбил скрижали эти, говорит, вот вы, говорит, не знаю, как он их назвал в своем на египетском языке, на котором он с ними разговаривал. И он, значит, и он им сказал, говорит, как же вы могли, сказал он им, как же вы могли так поступить после того, как вы слышали сами, да, перед вами море раступилось, 10 казней. Все вот вы воспринимали Всевышнего, то есть они поднимали все на ступени пророчества, и у них были вот эти вот, именно опыт восприятия Всевышнего у них был. Может быть, слов у них не было описать, что они чувствовали, да, вот человека спроси, например, а ты кушал фикла-хуа? Он говорит, не, не кушал фикла-хуа. А ему скажи, а ты кушал? Он скажет, я кушал фикла-хуа, да, вот. Кто-то скажет, там, например, Маргарита скажет, а я кушал от фикла-хуа. И мы скажем Маргарите, слушай, Маргарита, объясни нам, что такое фикла-хуа. А она скажет, ну, как вам объяснить, если вы фикла-хуа не кушали? Ну, как я вам объясню вообще, что такое фикла-хуа? Ну, может быть, вы кушали землянику? Мы говорим, нет. Ну, может быть, вы кушали арбуз? тоже нет, а крыжовник не знаю, а что вы кушали вы только кушали там я не знаю, мясо мы кушали вот объясни мне с помощью мяса что такое фиквафа нету, то есть если у тебя есть только в словах мясо то ты никак с помощью мяса на примере мяса, я не могу объяснить что такое фиквафа, и вот значит Машера Бейдовым говорит, вы не готовы, говорит он очевидно, да, в этот момент Всевышний хотел их уничтожить но и от Машера Бейду произвести новый народ Машера Бейду сказал, не получится если они, которые произошли от Авраам Ицкака и Якова, если они которые, ты селекционно их выводил, то они не выставили так что, если мои дети кстати, дети Машера Бейду они не стали ни руководителями народа никем, то есть у него не было его родные дети, они не были такими яркими продолжателями его пути Машера Бейду говорит, не, не получится или они справятся, или уже никто не справится потому что, ну, уже они прошли уже все этапы подготовки теперь, если они после всех этих этапов подготовки 210 лет рабства там и так далее если они не справились то уже, как бы, шансов нет тогда у мира говорит, будем работать с ними Всевышний говорит, ладно, хорошо и Машера Бейду 40 дней уговаривал Всевышнего, чтобы он простил потом вернулся говорит, ладно 40 лет в пустыне все поколение должно умереть и после этого уже только новое поколение войдет в Израиль потом он еще на 40 дней поднялся говорит, все, Всевышний вас простил значит, вот вам новые скрижали вот вам 10 заповедей вот Тора значит, и он 40 лет обучает в пустыне Торе кушают ман и вот сегодня то, что мы изучаем Тору это та же самая Тора которую Машера Бейду 40 лет обучал в пустыне то же самое слово в слово буква в букву без всяких изменений с годами это прошло 3325 лет с тех пор прошло с годами в каждом поколении были мудрецы прародия которые просто объясняли то, что Машера Бейду получил у Бога но это та же самая Тора один в один и вот сейчас мы приближаемся к Роже Шана откуда мы знаем про Роже Шана из Торы есть трактат Талмуда который называется Роже Шана в котором разъясняется все про то, как работает мир и написано, что лунный месяц луна оборачивается вокруг Земли за 29 дней и идет до 13 знака сколько частей дня луна оборачивается вокруг Земли только лет, наверное, 30 назад 40, когда начали уже летать на Луну когда люди вышли в космос смогли из космоса точно проверить сколько же времени действительно луна проходит вокруг Земли и оказалось совпадает до 13 знака цифра в цифру все, что написано в Талмуде трактатер Роже Шана спрашивается откуда знал Талмуд тот, кто сотворил мир он сообщил как мир работает и это как раз и есть Тора вот сегодня мы сделали такой общий глобальный еще раз один взгляд что такое Тора насколько это важно изучать Тору насколько важно понимать Тору насколько важно с помощью Торы соединяться со Всевышним когда ты изучаешь как работает мир и как что Всевышний хочет от тебя в этом мире то через волю Всевышнего ты соединяешься со Всевышним то есть изучение Торы с намерением постигнуть волю Всевышнего лучше всего соединяется Всевышний все, спасибо вам огромное что вы изучаете Тору спасибо огромное всем кто помогает в Экра создает все эти возможности для нас чтобы мы могли учить Тору посмотрите пожалуйста подкаст был вот у нас первый подкаст Ваикра были друзья партнеры спонсоров Ваикра пожертвовали деньги на то чтобы мы организовали студию подкастов уже мы в пути уже видите первый подкаст вышел я думаю с Божьей помощью будет каждую неделю подкаст встреча с кем-то из интересных людей на тему Тора пишите вопросы к тому подкасту я хочу каждый раз задавать три вопроса гостю на тему которая интересует вас поэтому зайдите пожалуйста на YouTube канал Ваикра посмотрите последний подкаст с Зуши Плетневым и напишите там в комментариях свои вопросы к следующему гостю и мы следующему гостю зададим от вашего имени какие-то вопросы с Божьей помощью чтобы Всевышний дал каждому из нас благополучие здоровье шалом внутри шалом в отношениях и шалом чтобы наступил наконец-то в мире но те которые с Богом им нечего бояться потому что как говорил царь Давид даже если я буду идти долиной смерти не случится зла потому что ты со мной я сегодня разговаривал с одним очень хорошим человеком он говорит что там у вас в Израиле говорю слава Богу вообще рай все отлично он говорит нет у меня вот мне знакомая звонит она в памяти целыми днями живет в том же Иерусалиме она в памяти я говорю потому что она не помнит о том что Бог 4000 лет со временем Рама спасал спасал всех ее предков одного за одним и то что она не видит что все эти чудеса которые происходят каждый день в Израиле каждый день каждую секунду война идет год погибло в этой войне 1300 человек включая 7 октября 1300 погибло 7 октября плюс еще 300 значит там 1600 всего война огромная война все Всевышний спасает сохраняет оберегает и тот кто этого не видит он конечно будет бояться волноваться переживать а тот кто это видит он будет полагаться на Всевышнего и Всевышний будет его охранять защищать спасать обеспечивать как и делал до этого момента все всем удачи успехов с Божьей помощью встречаемся завтра до встречи субтитры